Возможно, самые великие поэтические строки были написаны на бумажных салфетках в какой-нибудь забегаловке. Точно так же, как лучшие произведения искусства могут сегодня украшать стены улиц или подземок, или, например, стаканчики из-под кофе. Очень часто то, что рисуется на холсте, очень редко можно назвать искусством. А то, что может быть нарисовано на простом стаканчике, может стать чем-то большим, чем просто стаканчик. Возможно, даже может стать произведением искусства. Мне кажется, это попытка придать нечто постоянное, чему-то непостоянному. Что такое, по сути, кофейный стаканчик? Это то, что мы выпили и тут же забыли про него. Мы его выкинули. А здесь мы видим, что есть попытка придать ему душу, вдохнуть в него какие-то черты, сделать его индивидуальным, интересным, таким, чтобы, как говорят японцы, если вы пишете письмо, пишите его так, чтобы получатель хотел повесить его на стену. Ну, вот так вот и со стаканчиками. Делайте их такими, чтобы хотелось оставить себе. Создавать образцы высокого искусства не входило в планы Мадины Ромасановой. Заполняя как-то паузу после выпитого кофе художествами на бумажном стаканчике, она поняла, что пришло время для нового эксперимента. Так зародилась идея, которая вылилась впоследствии в выставку под названием «Кофе-брейк». Все спрашивают, что тебе стукнуло в голову, как пришла идея, но как приходят все идеи? Неожиданно, спонтанно. И ты даже, мне кажется, вначале сам не веришь, что это случится. И так как я не умею сама рисовать, мне захотелось все-таки в этом поучаствовать. Идея пришла в 2016 году. Получается, в конце 2016 года, и получается, что этот проект готовился около двух лет. Стаканчики маленькие, пространство они заполняют тяжело, поэтому мы искали авторов, я искала авторов. Подходишь к человеку и говоришь, вот, посмотри, это же чистый лист, можно его заполнить, он может стать чем-то большим. Кто-то говорил, а действительно, это интересно. А кто-то говорил, вы знаете, это очень странно, это всего лишь стаканчик и его место в мусорном бедре. Но нет. Мы нашли людей идейных. Мне очень помогли близкие друзья-художники. Елена Джатеря, Мурат Халилов. Мне очень помогла Катя Дедковская. Мне кажется, у нее вообще нет проблем, которые нельзя решить. Причем она решает их на месте и сразу. И благодаря вот такой общей работе это случилось. Среди авторов уже известные художники Мурат Халилов, Елена Джатере, Магомед Сагидаев и те, кто впервые представил публике свои работы. Творить в новом формате оказалось непривычно, но увлекательно. Джанат Юсупова, например, на своих стаканчиках поместила не только портреты, но и дагестанские пословицы. Любой вид изобразительного искусства должен о чем-то повествовать. Но если будет еще и повествовать вербально, скажем так, будет еще интереснее, еще понятнее и проще. Было бы здорово, так как это уникальная графика, по печати, выдать такие же стаканчики в большом тираже и использовать их в кофейне. Мне очень понравилось, как назвала Джамия Дагирова, «Герой маленьких подвигов». Действительно, подвиги маленькие, формат маленький, но получилось, по моему мнению, что-то очень красивое, очень интересное. Во время выставки раскрывались многие люди, и было неожиданно, например, что вот моя коллега с РГВК, написатель Шампхалова, она тоже рисует, умеет рисовать, и она дала нам, если не ошибаюсь, три стаканчика. Вот этот стаканчик, он был первым. Самый первый стаканчик был нарисован на море. Это утка. Написано просто все, и не замысловато, но он тоже здесь, и автор будет очень рад. А этот стаканчик пришел к нам в последний день, прямо в день выставки. Автор нам обещал его два года, и мы не отчаивались, напоминали каждый день, и прибыл он к нам прямо в день выставки, его принесла девушка Диана, и вот он вошел в экспозицию. Об этом стаканчике всем рассказываю, потому что мне он очень нравится. Здесь написано стихотворение. Он пришел, приехал, прилетел к нам из Москвы в Азирму Алим. Написал здесь на нем свое стихотворение. Полная свобода в выборе темы и техники исполнения оправдала ожидания. В экспозиции вся палитра жанров и стилей современного искусства. Тонко выписанные пейзажи тушью, яркие политические фигуры фломастером, любимые литературные персонажи акрилом, а также всевозможные вольные интерпретации на известные темы карандашом, красками, темперой и так далее. Вот эти яркие стаканчики, они, наверное, были самыми популярными у молодежи. Наверное, не было ни одного посетителя выставки, который не сфотографировался с этими стаканами. С автором мы познакомились в день выставки, потому что она из Бирбаша, и стаканчики отправляла к нам в собственниками. Мы познакомились в интернете. Я сначала увидела, что она просто художник, и написала ей с этим предложением, мне хочется поучаствовать в проекте. И уже потом увидела, что, оказывается, она уже рисовала на стаканчиках. И здесь есть работа, она очень много работ предоставила. Большое спасибо. Здесь есть работа, которую она рисовала для нашего проекта, и несколько стаканчиков, которые она рисовала еще до того, как решила поучаствовать в этой выставке. И пусть такое творчество не войдет в аналы истории, но для кого-то это откроет путь в большое искусство. То здорово, что именно молодым художникам для них вот такой легкий формат работы, им не страшно участвовать в таких выставках. Если им сложно замахнуться сразу на какой-то большой культурный проект, то здесь, когда это легко и просто, это стаканчик небольшой, и они могут заявить о себе, для них это тоже очень здорово, и поэтому очень многие тянутся и предлагают уже свои идеи, говорят, что готовы работать. Интересуются не только молодежь, ко мне подходили взрослые люди, которые любят в большинстве своем классическое искусство, и им очень нравилось. И это очень большой комплимент, очень приятно. Первая идея – это то, что сделать проект действительно ежегодным. Вот эта поддержка, которая была от других кураторов, от посетителей выставки, она действительно очень воодушевляет, и, возможно, этот проект не будет на разовом, и он будет продолжаться. Есть идея провести персональные выставки наших художников из Дагестана, которые сейчас живут в Москве, они приглядываются к нам, они слезят за нами из интернета, и тоже очень хотят поучаствовать в этой жизни республики. Три самых вкусных запаха. Запах горячего кофе, горячей выпечки и страниц новой книги. Роспись на бумажных стаканчиках вполне вписывается в рамки современного искусства, которое встраивается в повседневность и укладывается в рамки «здесь и сейчас» – главной формулы городской культуры. Выставка эта, она хорошо отображает формат сегодняшней Махачкалы, которая вдруг так неожиданно шагнула из развлекательных заведений к заведениям кофейного типа, и они сегодня очень хорошо отображают сегодняшнюю именно сущность, потому что именно кофе сегодня объединяет людей. В кофейнях мы сталкиваемся, мы общаемся, делимся какими-то впечатлениями, ну и плюс там же рождаются всякие там модные словечки типа нетворкинга и прочее, прочее. Стаканчики из-под кофе могут служить не только холстом для художника. Стоит лишь дать волю фантазии, и они чудесным образом могут трансформироваться. В инструмент для музыканта, например. «Стаканчики – это целый волшебный мир», утверждает куратор проекта Мадина Рамазанова. И мы охотно с ней соглашаемся. Мы не хотим замахнуться на искусство высокое. Мы не хотим сказать, что мы останемся в веках. Хотела вдохнуть в этот стаканчик какую-то новую жизнь, новую форму, придать ей новые значения, и чтобы это стало нечто большим, чем просто стаканчик. Народ в Дагестане совершенно адекватно воспринимает сейчас любые эксперименты. Это очень радует. Мне кажется, что выставка удалась, потому что многие художники подходили и говорили, что хотят участвовать в следующих подобных выставках. И уже готовы рисовать, и уже выпрашивают, какая же будет следующая тема. Кураторы подходили из других музеев и говорили, что нужно продолжать эту работу. На самом деле все поддерживали. В этом году коллектив художественного училища имени Муиддина Джамала отметил свой малый, но важный юбилей. Вот уже пятый год работы учащихся и преподавателей учебного заведения радуют широкую публику. Ставшая уже доброй традицией, выставка проходит в стенах выставочного зала Союза художников и с каждым годом набирает обороты. Экспозиция становится все более масштабной и разноплановой. Здесь вся палитра жанров и стилей современного искусства. Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, дизайн. Каждый год работы, новые работы. Работы новые не только студенты, но и преподаватели. То есть здесь есть с кем сравнить. То есть студенты как-то смотрят, как педагоги работают. То есть это дает возможность для дальнейшего роста, развития. Я когда первый год проводил эту выставку, я выставил почти все свои работы, чтобы выставка начала активно работать. И сейчас я вам хочу сказать, я практически не одну работу свою выставил, а остальные работы студенты. И надо дать им должное, что у них интерес появился, желание появилось. За прошедшее десятилетие мы получили, я вот чувствую эту, большую энергию, которая в ближайшем будущем вылезла в хороших художников. У меня на память свежая выставка 90-х годов, в середине 90-х годов. Там было человек 10-11 художники из разных учебных заведений. Но училище как бы было в упадке тогда и не выдавало таких вот учеников. Я помню 2000-е, когда первая галерея и другие частные галереи представляли такие плеяду хороших художников, они сегодня известны и на слуху. И вот в сегодняшний день я могу сказать, что я неожиданно для себя увидел, не только в яркости, но и в разнообразии. С каждым годом студенты все лучше и лучше. Набирают больше опыт. И в этом, наверное, большая заслуга учителей, которые помогают, вытаскивают из них потенциал и просто направляют. Во-первых, это просвещает культурно студентов. Во-вторых, это что-то вроде открытых дверей. Те, кто будут приходить сюда, ученики, допустим, со школ, они могут это видеть. Многие ребята любят рисовать. Приходя сюда, они будут видеть, они знают, что можно заниматься такими интересными вещами. И к чему-то стремиться в будущем. Работы молодых художников полны свежих красок, оптимизма, живости. Сюжеты их произведений просты и понятны. Мышление цветом и чистые эмоции – главные аспекты, которыми авторы хотят заинтересовать зрителя. На полотнах молодых художников-живописцев зрители увидят красивейшие уголки Дагестана и смогут ощутить национальный колорит сельской жизни. Заглянут в творческий, порой даже мистический мир художника, вспомнят трагические страницы истории. Я вижу, насколько технически сильны молодые художники, насколько они разнообразны в своих подходах, и вижу новую мысль в их работах. Это, может быть, не всегда дагестанская мысль, да, чисто такая этническая. Но тут все сошлось. Вы посмотрите и пейзажи, и декоративно-прикладное, и акварели, и макеты, посмотрите, какие творческие. Я хочу поблагодарить наших художных училищ, руководителя, преподавателей, которые год за годом собирают вокруг себя вот таких преподавателей и вот ученики теперь. Примечательная особенность пернисажа – живая атмосфера творчества. Художники рисуют с натуры, постелицы ткут, деревообработчики оформляют твердую поверхность дерева узорным рельефом. Ювелиры увлечены таинством изготовления изделий из металла. Уже на третьем курсе студенты Дагестанского художественного училища способны демонстрировать завидные профессиональные навыки. И мне очень нравится, что сегодня живая атмосфера, что художники рисуют, наконец-то, то есть еще один шаг, и, может быть, на улице выйдут и будут рисовать. Город давно заслуживает такого внимания, и республика заслуживает оценки наших художественного таланта. Искусство без ремесла не бывает. И сегодня это главный принцип обучения художественного училища имени Муиддина Джамала. В лучших традициях реализма, здорового консерватизма и преемственности поколений. Это заставляет вдумчиво относиться к процессам, происходящим в мировом искусстве. На этом монолитном фундаменте выросло не одно поколение дагестанских художников. А вот как это работает на практике, можно убедиться на примере изготовления гобелена. Я, во-первых, очень люблю мелкую работу, что-то связанное с мелочью, интересное и яркое. И я люблю рисовать, в общем. Поэтому я выбрала поступить в наше училище. И это отделение меня привлекло. Можно заниматься многими интересными вещами. То, что мы делаем, это интересно, это красиво. Что-то необычное, что-то свое. Привил любовь к этой работе. Это моя кураторша по практике. Это Айбекеша Хуанана. Она пробуждает любовь к этому делу. Рисуем. У нас есть такой предмет, как композиция, где мы придумываем рисунки. Потом по ним мы делаем либо вот такие вышивки, либо батики, либо гобелены. Но у нас на выбор идет уже, что мы можем сделать. Особенно отличились в этом году отделения дизайна среды. Экспозиция оказалась гораздо внушительнее и разнообразнее предыдущих. Проектная деятельность молодых дизайнеров представлена работами по созданию средового пространства. Это интерьеры и экстерьеры зданий, автопарков, площадок для отдыха и развлечений. Именно в проектах наиболее ярко раскрывается творческий потенциал студентов. Их энергия, стремление к новому, необычному, креативному. Представленные на выставке работы наглядно показывают этот пошаговый, сложный и увлекательный творческий процесс познания окружающего мира. Я смотрела вузы других, например, в Москве, тоже с Дроганова. Я смотрела их работы. В принципе, по программе сейчас ничем не отличаются. Мы идем в ногу за временем, и наши работы ничем не уступают. Многим, конечно, хочется, чтобы их работы были выведены на общий взор, так сказать. Чтобы больше людей о них узнало и признали их талантом. Меня это стимулирует. Меня это стимулировало и стимулирует участвовать, показать себя, показать, на что я способен, и то, что моему умению место быть. Выставка работ художественного училища имени Джимала в очередной раз доказала свою жизнеспособность. Интерес к выставке со стороны простого и искушенного зрителя, многочисленные положительные отзывы и явная динамика роста профессионального уровня работ показали. Такие выставки нужны и важны для интегрирования молодых талантов в современный художественный процесс. Мне нравится, что они сегодня не зашоренные, открытые, молодые люди. У них нет вот этого ложных табу, которые в свое время выставляли нам и говорили, вот это так, вот это нельзя, вот это можно рисовать, вот это нельзя. Они уже знают сами, что они хотят. И вот это желание в ближайшем будущем даст хорошую живопись, хорошее изобразительное искусство. Во-первых, это просвещает культурно студентов. Во-вторых, это что-то вроде открытых дверей. Те, кто будут приходить сюда, ученики, допустим, со школы, они могут это видеть. Многие ребята любят рисовать. Приходя сюда, они будут видеть, они знают, что можно заниматься такими интересными вещами, к чему-то стремиться в будущем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Национальный музей Дагестана имени Альбека Тахагоди открыл совместную выставку с Государственным музеем-заповедником Петергов и Государственным музеем-заповедником Михаила Юрьевича Лермонтова под патронажем Министерства культуры России и Министерства культуры Республики. В культурно-выставочном центре старейшего музея Дагестана размещена передвижная экспозиция «Михаил Юрьевич Лермонтов. Петергов. Поэт. Эпоха», которая четыре года назад, в год двухсотлетия поэта, начала свое путешествие по России и была показана в трех городах – Липецке, Тамбове и Пензе. В эти дни соприкоснуться с творчеством и жизнью великого поэта через его связи с Петерговом смогут и дагестанцы. Благодаря этой выставке мы начинаем серию так называемых художественно-производительских проектов, которые будут рассказывать не только об искусстве, но и будут затрагивать вопросы истории, этнографии, вопросы смежных дисциплин. Такие исследовательские проекты сегодня очень популярны и востребованы в обществе, и мы тоже планируем проводить, вернее сначала заниматься исследованием, создавать и потом показывать публике такие проекты, связанные с историей не только Дагестана, но и каких-то известных событий, явлений, дат. Создатели выставки постарались выявить новые штрихи и в биографии Михаила Лермонтова, и в истории фонтанной столицы России. Это не традиционное линейно-биографическое повествование, а зарисовки, объединенные контекстным подходом к творчеству поэта, раскрывающие историко-культурные тенденции 1830-х годов, проявившиеся в темах и сюжетах Лермонтова. Главная тема выставки – владельцы Петергофа, как современники Лермонтова и читатели его произведений. Решение такое очень оригинальное, я считаю, наших коллег из Петергофа, которые по крупицам собрали все, что могло так или иначе быть, во-первых, связано с именем Лермонтова, и вообще раскрыть, благодаря Лермонтову и его причастию к этому месту, вообще раскрыть эту эпоху, показать, потому что это всегда интересно. Выставка состоит из нескольких частей, посвященных Лермонтову, пребыванию императора и его семьи в Петергофе, отношения членов монаршей семьи к творчеству поэта. Есть два произведения Лермонтова, которые подтолкнули создатели выставки. Это юнкерский стих «Петергофский праздник», написанный юным поэтом в годы «Кодетство», когда он проходил летние лагеря в Петергофе, и легенда о том, что стихотворение «Парус» Лермонтов написал, когда впервые увидел финский залив на Балтийском море. В принципе, это стихотворение послужило отправной точкой создания этого проекта, то есть от чего все пошло. Они, долго рассуждая и сопоставляя всевозможные факты из жизни Лермонтова, анализировав произведения, допустили такую легенду. Ну, вполне возможно, что он могло так и быть. Возможно, что когда Лермонтов был на этих замечательных летних праздниках в Петергофе, то прогуливаясь по садам, по его замечательным, среди фонтанов и статуй, он дошел до набережной залива, подошел к Монт-Плезиру, и там, стоя у Балюстрады, возможно, увидел в море эти парусники, корабли, и под впечатлением этого написал стихотворение. Научные сотрудники Национального музея насытили эту экспозицию предметами из своих фондов, которые создали атмосферу первой половины XIX века. Среди них старинный карточный столик, зеркало, пианино, посуда, оружие, текстиль, дамские принадлежности и многое другое. Итак, в нашем музее, в нашей выставке появился вот этот ломберный столик, один в один повторяющий ту композицию, которая была, например, в Петергофе с картами того времени и подсвечниками. Появились предметы, посвященные 1812 году, книги, старинные издания, предметы обмундирования того времени, какие-то атрибуты на светской жизни. Все это в целом работает на то, чтобы зритель, который придет на нашу выставку, лучше проникся духом времени, а придя домой, взял в руки Томми Клермонтова и перечитал любимые строки. Потому что, опять-таки, мы не ставим задачу, мы не вуз, не школьная программа, но мы, как исторический музей, как музей с историческим и краеведческим направленностью, должны все-таки каким-то образом, вот таким образом вовлекать зрителей. Кавказская тема, довольно широко представленная в творчестве Михаила Юрьевича Лермонтова, была предметом не одного десятка литературоведческих исследований. А вот представить тему Лермонтов и Дагестан в музейном пространстве пока никому не приходило в голову. Текущая выставка стала отправной точкой для разработки проекта Михаил Юрьевич Лермонтов «Дагестан. Кавказ. Эпоха». Опять-таки, тоже будет нелинейная такая хронологическая история. Хотя понятно, что мы будем говорить о 1840 году, когда Лермонтов был некоторое время в Дагестане, служил при Валерике, потом в Дагестане некоторое время служил. И весь этот небольшой период мы просто под микроскопом разбираем и выводим оттуда огромное количество интересных нитей, и будем говорить и о Борятинском, и о Шамхала Тарковских. Будем говорить о многих-многих вещах, которые, в общем-то, близко, может быть, и не имеют отношения к Лермонтову. Но благодаря, опять-таки, этой фигуре мы лучше и узнаем, и раскроем Дагестан вот этого периода. Мы привлекаем видео, мы привлекаем работы современных художников, будем работать, вернее, с ними на определенные темы. Мы даже привлекаем детское творчество, то есть во все грани того, что можно раскрыть эту тему. И я, пользуясь случаем, прошу, возможно, кто-то может из наших зрителей и слушателей каким-то образом поучаствовать в этом проекте. Может быть, у них есть какие-то вещи, предметы, экспонаты, которые могут так или иначе затворить. Потому что напрямую, прямых аутентичных вещей, связанных с темой Лермонтов в Дагестане, практически нет. Поэтому мы собираем опосредованные материалы, которые так или иначе касаются. И хочу сказать, что в этом проекте я обратилась к ряду российских музеев, и все с удовольствием представили нам работы. Это государственный литературный музей, это музей в Тарханах, это Российская национальная библиотека. В фондах каждого из этих учреждений есть вещи, которые связаны с Дагестаном этого периода, с Лермонтовым этого периода. И все они в репродукционном формате будут представлены на выставке. И, в общем-то, я приглашаю всех наших зрителей осенью на эту большую премьеру «Лермонтов в Дагестан», которая, опять-таки, тоже будет репродукционной и станет передвижной. Мы хотим показать ее максимально во всех наших филиалах. У нас 40 филиалов, которые разбросаны по всему Дагестану, показать в больших городах и небольших районных центрах. И уже есть сейчас предложение о вывозе, о показе его за пределами. Потому что, опять-таки, всегда очень важно иметь какой-то посыл, в данном случае это Лермонтов. А через Лермонтову мы можем большому количеству людей рассказать о себе, о своей истории, о своей культуре, о своих традициях. И я думаю, что это замечательно. Редактор субтитров А.Семкин